Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи. Валерий Мартынов, начало дня, и Валерий Трейдер из Ульяновска уже с нами. Приветствуем вас, Валерий! Доброе утро, Игорь! Доброе утро, коллеги! Переходим сразу на срочный рынок по акциям. Здесь по Газпрому, собственно, боковая динамика. Ну и посмотрим на фьючерс и отражение базового актива. Итак, первый, значит, фьючерс – это нефть-бренд, 5-минутный график. И что же здесь у нас произошло на прошлый торговый день? Последний торговый день особенно. Ну, здесь фактор пятницы не сработал, то есть обновление максимум предыдущего дня. Что же может быть сегодня? Сегодня я ожидаю незначительного коррекционного движения, возможно, в пределах прошлого пятничного торгового дня. Но тенденция пока устойчивая на продолжение дальнейшего движения все-таки вверх. 60-минутный график более ясную картину внесет. Вот видите, то, что после боковой динамики выход из диапазона произошел, и тест этого уровня произошел в дальнейшее движение вверх. То есть уровень 55-90, как я уже говорил, выступил уже как уровень не поддержки, а сопротивления и дальнейшее движение вверх. То есть здесь как минимум планируют две шины канала. Канал вот от 55 до 55,9 может две шины откладывать и может отработать. Поэтому здесь небольшие коррекционные движения, как я уже говорил, по данному инструменту в пределах восходящей динамики. То есть обновление, возможно, не будет обновление минимума прошлого торгового дня, 22-го числа. Небольшая коррекция 56-50, 56-40 и дальнейшее движение вверх. Вот примерно так. Если посмотреть на динамику один день, очень редко я ее смотрю, но, тем не менее, оставим самую активную фазу данного фьючерса. Здесь пока также устойчивые тенденции на рост и никаких разворотных моделей, никаких объемов здесь не показывает то, что с текущих уровней продавать нефть здесь нет. То есть пока вставать желательно по трену. Оставим 5-минутный график данного инструмента. Перейдем к доллару-рубли. 5-минутный график. Очередной уровень сопротивления – это уровень 58-500. Как видите, выступает и цена после очередного минимума уже сегодня, то есть обновил минимум от 22-го числа. Но, тем не менее, попытка идет протестировать опять уровень 58-500 и, возможно, также попытаться закрепиться выше этого уровня. 60-минутный график, что нам, какую картину выдает. Как видите, произошло закрепление ниже уровня 55-80. Этому способствовала и пробойная свеча. За открытие дня она, кстати, нейтрализовалась в пробойную свечу от уровня 59, как видите, на основании, если ставим. То есть полностью нейтрализовала всех покупателей. И здесь просто-напросто удерживается, накапливается объем для дальнейшего движения вниз. Соответственно, частично и зависит от цены на нефть. И нефть также пока смотрит на дальнейший рост. Поэтому небольшие коррекционные движения в пределах вот так же 400-500 пунктов по данному инструменту может также привести на укрепление рубля относительно доллара США. Цель 58, ровно, по данному фьючерсу. Тенденция пока сохраняется устойчивая на снижение, как видите, август. Ну, сентябрь боковая динамика. Но, тем не менее, если даже август смотреть, то здесь пока до 60, как я уже говорил, до 60 можно рассматривать как коррекцию. Опять же, коррекция, но с короткими стопами. В любой момент может вынести, но стопы хотя бы ограничат убытки, если рассматривать покупки данного инструмента. Но здесь больше, наверное, рассматривать все-таки продажи, потому что 58-500 на прошлой неделе был как уровень сопротивления. Видите, даже на 60-минутном графике. Пробой и закрепление. Да, выход большого объема, аномально большая свеча. Дальнейшее движение, дальнейшее движение, оно может быть после того, как наберут объем. Это не говорит о том, что цена на этой свече должна развернуться. Она никому ничего не должна. И все предположения основаны на повторяющемся таких случаях за прошлое время. Поэтому здесь идет консолидация за уровнем 58-500. После консолидации возможно продолжение дальнейшего укрепления рубля относительно доллара сошли. Первый час, как обычно, это расторговка, проторговка. Как будет себя цена дальше вести. По РТС, практически весь день простоял цена на одном уровне по РТС. И буквально под закрытие уже дневной сессии пошло движение. Но после 18 я уже не открываю позиции, поэтому я и не вошел в это движение. Что же может быть здесь? Давайте переключимся на 60-минутный график. Как видите, цена отскочила от одного уровня поддержки. И сейчас стремится к следующему уровню. Это уровень 12500. У меня здесь на графике. То есть, возможно, тест этого уровня произойдет. И уже там надо будет смотреть, будет ли повторяться картина начала сентября. То есть, подход, откат, подход, консолидация, откат. Только сейчас смотреть. Покупать в текущих уровнях. Ну, так как в Близи уровень 12500, то есть уровень сопротивления. То есть, здесь может быть остановка. Поэтому лучше рассмотреть вот данный уровень 12500. Как пока для продаж. Пока для продаж, потому что он не был пробит. Но, опять же, для продаж это 60-минутный график. То есть, несколько часов надо простоять ниже уровня. Пробой уровня 12500, как вот, например, здесь был. Нужно еще смотреть, как будет расторговываться дальше. Будет ли закрепление, то, естественно, картина поменяется на покупку. Если же будут продажи, то, значит, нужно рассматривать 12500, там 12600, как уровень, за которым можно бросить стоп, поставить стоп и поработать. Дневной график РТС. Как видите, попытка опять идет, попытка выйти из боковой динамики. Это 12500, тот же самый уровень, но только здесь гораздо меньше в размере. То есть, выйти из этой боковой динамики. Если не получится выход из этой боковой динамики, то от уровня до уровня цена может еще отскочить. Ну, то есть, цель остается прежней на снижение. Это 110 тысяч синей горизонтальной линии. Может быть, повторение истории от июля-августа месяца, то есть, боковой динамики цена практически простоял месяц, и потом только дошла до нижней границы канала. Я отскочил канал. Вот, как видите, пока повторяет все движения в канале цена согласно верхней и нижней границе этого канала. То есть, прежде всего, цель – выход из бокового канала. И вторая цель – подойти к одной из линий восходящего канала. Вот такие вот две сильные цели данного инструмента. Если, конечно, получится в ближайшие несколько дней – это реализовать. И вот мы подошли к «Газпрому», к фьючерсу. Базовый актив не рассматривали. Итак, что же здесь? Здесь 12,450 – это сильный уровень данного фьючерса, от которого цена несколько раз откатывалась. Но, к сожалению, дальше 12,600 не уходило. То есть, здесь нужно больше рассматривать, как будет себя цена вести на данном уровне. Он равнозначен как и для продавцов, так и для покупателей. То есть, может закрепление произойти небольшое – 12,450, и цена может ударить в 12,350, да, 100 пунктов. Но, тем не менее, тем не менее, амплитуде колебания с 15-го числа вообще не более 150 пунктов по данному инструменту. Поэтому можно даже смело откладывать вершины на канал, а может быть даже 12,350 будет пробит без остановки по данному инструменту. Хотя по базовому активу неделю закрыли выше уровень 121, и сейчас торговлю где-то выше уровня 121, есть шанс продолжить. Постепенно, постепенно восходящее движение опять до верхней границы дивидендного гэпа. Базовый актив рассмотрим завтра. Если посмотреть дневной график, давайте дневной график посмотрим, что он здесь у нас показывает. Здесь боковая динамика, никаких свечных моделей продолжений, тенденции разворота, тенденции нет. Просто боковая динамика, узкий боковой диапазон. Работать от каждого из этих диапазонов. Но желательно первый час, вот первый час-полтора, подождать, посмотреть, как же будет 12,450, будет ли он выступать как уровень поддержки. Потому что равное количество теней от предыдущих свечей указывает на дальнейшее рост, так и на дальнейшее падение также указывают тени по дневному графику. Фьючерс и Газпром. Что касается Сбербанка, фьючерса, здесь 19 тысяч остается актуальным уровнем. Это 5-минутный график. Так цена к нему не хочет подходить. Но опять же это не говорит о том, что 12,200 нужно продавать. Ну, 12,250, тут небольшой промежуточный уровень тоже так прослеживается. Но опять же он только два дня как появился и выступает как уровень сопротивления. Поэтому здесь еще не стоит на него так сильно полагаться. Лучше рассмотреть уровень 19 тысяч ровно. Это гораздо сильнее уровень. Даже если посмотрим на 60-минутном графике. Если здесь проложить, продолжить эту линию, то есть здесь не было никаких остановок, только лишь пробой и все. То есть этот уровень только-только появился. То есть 19 тысяч уровень очень сильный и может быть выступит как уровень поддержки. Давайте посмотрим также дневной график данного инструмента. Что здесь по дневному графику? Также тенденция сохраняется, растущая после небольшого боковика. Здесь вот, например, боковик был, продолжение. Здесь боковик был, продолжение. Здесь небольшое также коррекционное движение. Здесь можно пока рассматривать просто боковую динамику, но тенденция остается растущей. Так, у меня все. Если есть какие-то вопросы, коллеги, то... Хорошо. Давайте посмотрим, что нам люди писали. Люди пишут, что, Игорь Николаевич, то, что вы закроете позы по евро хоть в каком-то профите, маловероятно. Сейчас мы обсудим. Владислав Шаригин, Валерий, меня акции Сбербанка беспокоят на средний срок. Думаю, пойдем в шорт или нет? По Сбербанку... Сейчас, одну секундочку. Сейчас мы посмотрим, что же может быть здесь по Сбербанку. Сбербанк, обычные акции. Уровень 180 был пробит. Это с декабря 16-го, январь 17-го. Очень важный уровень был пробит. И здесь произошла консолидация. То есть здесь я лично не вижу никаких шортовых позиций. То есть продолжение движения по технической картине. Если даже переключим на старший таймфрейм, также здесь абсолютный максимум дает. Но тем не менее, здесь шортов никаких. Это с технической точки зрения. С фундаментальной точки зрения, то, что происходит сейчас с банками, лицензии и так далее, это идет только плюсом. Таким банкам, как Сбербанк и ВТБ. Поэтому даже если у них учетность будет, ну, так скажем, не особо хорошая, заведенная политика может быть также будет непривлекательной. Но тем не менее, вот эта вот фундаментальная основа, отзыв лицензии, масса лицензии банков, может быть только плюсом. Хорошо. Ложный пробой 160. Ну и... 160 у меня здесь нет. Я же... Валерий, ну, давайте обсудим евро-доллар. На ваш взгляд, какие у нас перспективы на сегодняшний день, вот если конкретно говорить по сегодняшнему дню, чего ждете по технической картинке по евро-доллару? Так, евро-доллар я сейчас посмотрю. Если посмотрим мы на него через фьючерс. Да, да, да. Через фьючерс посмотреть. Там динамика, направление, цифры мы... Уже каждый разберется сам. Да, сейчас мы... Потому что вы видите, у нас половина скептиков, половина оптимистов. Вот, так что давайте посмотрим. Все смотрим. Ну, опять же, конечно, картина более интересная была, если бы был полностью график. Ну, такой же график, как, например, на форексе. Валерий, мы не видим пока евро-доллара. Да, да, я пока, как сказать, выросли с вами беседу. Я подготавливаю. Да, да. Сейчас вы увидите. Сейчас видно, да? Да, да, видим хорошо. Ну, вот здесь вот по фьючерсу, здесь вот 1,1950 уровень, очень такой сильный проходит, как уровень, зеркальный уровень, уровень поддержки пока отмечаю. Я его. Вот и плюс боковая динамика. Практически с августа месяц идет. Ну, широкая такая боковая динамика в данном инструменте. 1,21, 1,1950. Как видите, вот оно. Вот, то есть в пределах этой динамики может и продолжиться дальнейшее, так скажем, движение. Ну, плюс ко всему важные, конечно, очень новости. Фундаментал пришел по поводу выборов в Германии. Ну, какое-то время, какое-то время будет еще оказывать давление на снижение, может быть. Но, опять же, это нельзя сказать. 1-2 дня, неделя плавные, может быть, нисходящее движение, может быть. Но хотя, хотя и так же может быть остаться цена вот в этом боковом динамике. Это так же может говорить о том, что евро пока под вопросом в связи с формированием и, как сказать, правительства и так далее и тому подобного. Вот. То есть, может быть, вот в этом диапазоне ходит цена. Ясненько. Поняли вас. Хорошо, Валерий, спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо за внимание, коллеги. Всего хорошего. До свидания. До завтра. До свидания. До свидания.